Шалом браха! Сегодня и в наших дальнейших встречах мы постараемся по-настоящему научиться быть лучшим человеком. Это проявляется в том, насколько мы будем хорошо относиться к нашим ближним, насколько мы будем по-настоящему работать над собой. И как бывает, что человек думает, что в общем-то я могу со каждым поладить. У меня огромное количество людей, которых я с ними общаюсь, они меня любят. Есть несколько человек, с которыми я действительно не могу найти общий язык. Моя жена, мои дети, мои родители, мои коллеги. Со всем остальным, со всем миром я прекрасен в отношениях. Видим, что здесь что-то не так. Мы хотим показать, что иудаизм ожидает от человека в его духовном росте, чтобы у него были отличные отношения с его близкими. Каждый хочет понять и узнать, насколько он, его репутация наверху, насколько в небесах смотрят на него положительно или нет. Проке вот сказано, ноех ли бриас, ноех ли шамайм. Если ты любим, ты, твои ближние, им нравится быть с тобой, ноех, им приятно, тогда также наверху к тебе позитивные отношения. Если нет, значит нет. Поэтому, как если рабя Кива мог сказать, что вся Тора, Клал Годел, главный фундамент Торы, на чем она стоит, это ВЕАВТА ЛЕРЕХА КАМОХА. Это любить ближнего своего, как себя. Надо уметь себя любить, но это должно выражаться так, как я отношусь к моим близким. Если нет, то у меня нет главного фундамента всей Торы. Мы хотим очень практично быть, не просто говорить о каких-то теоретических больших хороших вещах, к которым мы стремимся, но на примерах, на историях показать, как это мы можем практицировать в нашей жизни каждый день. Мы сказали, Хилель, когда к нему пришел человек и сказал, что я хочу перейти в иудаизм, но при условии, что вы научите меня всей Торы на одной ноге. Пока я стою на одной ноге, имеется в виду, что как можно всю Тору сконцентрировать в выражении, которое можно выучить сразу же. Хилель это определил так. Не делай другому, чтобы ты не хотел, чтобы сделали тебе. Эта формулировка, она гораздо более практична даже, чем и автор ЛЕХА КАМОХА. Люби ближнего своего, как себя, это ясно, но нужно еще дефинировать, определить, что это значит. Хилель это определил так. Он сказал, что это вся Тора на этом стоит. Все остальное, это объяснение, иди учи остальное. Получается, что если у меня нету этого понимания, что мои отношения с моими близкими, они настолько играют большую роль, и весь иудаизм на этом построен, тогда я не смогу продвигаться дальше. В Нафишахаим приводит также, что Вильдинский Гойн сказал Рабхайм Воложану, что весь человек создан только для того, чтобы помочь другому. Весь смысл моего создания, это не выучить всю Тору и не соблюдать все митсвот, а помочь другим. Чтобы это сделать, мы должны первым научиться видеть, что есть другие. Сказано в Перке Вот, что если бы не страх перед властями, то человек бы другого, своего близкого заживо бы съел, проглотил его. И задается себе вопрос, Рабхайм Воложан спрашивает, неужели такая жестокость? Ну, как бы, если в Перке Вот это говорится буквально, что человек бы смог стать каннибалом, он вдруг, он сможет скушать кого-то перед собой. Ответ, что нет, такой жестокости к своему ближнему, это действительно, это что-то маловероятное. Но проблема в том, что мы не видим, что рядом с нами человек. Если бы мы увидели, и когда мы это не видим, мы будем наступать на него, будем его кромсать на кусочки, потому что я не вижу, что там человек. Как у фашистов, их нацистское диалог было построено на том, чтобы убрать облик человека у еврейского народа, сравнивать с крысами, с насекомыми. Только тогда можно достичь того, что можно истреблять целый народ. Но это забрать гуманность у человека, в таком смысле, только когда ты научишься, что ты не видишь другого человека перед собой. К сожалению, в нашей жизни очень многие, они настолько сконцентрированы, зациклены над самим собой, им очень тяжело увидеть, что есть кто-то рядом с ними. Самое первое, нам надо научиться, что мы не одни здесь. Мы должны начать смотреть по сторонам, мы должны научиться увидеть, что есть целый мир, не только наша семья, но также гораздо открыть нашу перспективу, чтобы мы увидели гораздо больше людей, которым, возможно, нужна помощь. Как пример этому, мы дадим следующую историю, которая произошла в Израиле. Одно из синагог, Сендер, один еврей, он увидел объявление, что из одного из прихожан этой синагоги родился сын. И там объявление Шолом Зохар имеет в виду, что когда рождается сын, есть праздничное такое собрание людей, которые поздравляют эту семью в пятницу вечером. Он заметил, что у этого человека, Якова, у которого родился сын, у него, возможно, не было родственников, и не так много было людей, которые его знают. Поэтому он решил, возможно, ему нужна помощь, чтобы все это организовать, там будет уже бритмила, будет обязание позже, и чтобы как-то он знал, что у него уже много детей. Поэтому он звонит ему, он узнал его телефон и сказал, что я хочу, хотел бы тебе помочь. На что Яков отвечает, что нет, бару ха-шем, слава богу, все хорошо, спасибо. Сендер говорит, нет, нет, я должен что-то, я буду тебе помогать. Вопрос только, что? Скажи мне, чтобы это было гораздо более эффективно, если я просто тебе что-то привезу, что-то куплю для тебя. Может быть, тебе это не нужно. В самом деле, я хочу, чтобы это действительно тебе помогло. Так что просто скажи мне, что тебе сейчас, в данный момент, нужно больше всего, как могу тебе помочь? И Яков очень позитивно был удивлен и сказал, что да, действительно, у меня, я занимаюсь всеми детьми, жена еще в больнице, поэтому я не могу пойти закупиться, чтобы все продукты, обычно каждую неделю я езжу в магазин, закупаемся в супермаркете, у меня нет этой возможности. Может быть, ты действительно сможешь, вот у меня есть лист со всеми вещами, которые нам нужны, все продукты и так далее, ты бы мог закупиться за меня. Сендер сказал, отлично, вот я заезжаю к тебе, забираю список и еду закупаться. Он так и сделал, он закупился все в том магазине, где он хотел, все эти продукты, все ему привез. И тот был очень благодарен, и после был уже Шалм Зохар, вот эта пятница, была Бритмила, опять же, он тоже помог ему в разных вещах. После всего этого Яков, он снял и он говорит, что я хочу с тобой поделиться чем-то. Ты действительно настолько нам помог, то я хочу поделиться что-то, что на моем сердце. Яков сказал, что действительно они недавно достаточно переехали в Израиль, и у них был всегда, у всей семьи была мечта переехать из Америки в Израиль. И один раз они решили, они поедут на каникулы и посмотрят, как это, потому что часто, когда ты турист, это одно, но когда ты смотришь на вещи, как будто бы ты хочешь тут жить, это уже по-другому. Они решили со всей семьей попробовать на пару недель быть в Израиле, и потом уже решить окончательно, выезжают они или нет. В конце нескольких недель они внезапно, они решили такое спонтанное решение, мы остаемся здесь. Мы не хотим возвращаться, мы просто все уже запишемся в школы, идем в работу, идем в квартиру и остаемся здесь. Только, естественно, мне, как отцу, мне пришлось возвращаться обратно, чтобы решить вопросы с работой, с домом, с машиной и так далее. Поэтому семья осталась здесь, я вернулся в Америку, и там я занимался день и ночь, чтобы оформить все формальности, чтобы в конечном итоге можно было спокойно уехать. Это было тяжело, тяжелый такой период времени, моя жена была с детьми, ей нужно было тоже всех устраивать и привыкать к разной бюрократии и так далее. Но в Руха Шем мы как-то все старались, вечером я уставший звонил им и рассказывал о всех событиях. Теперь, каждый день множество людей приходили, спрашивали, чем можно помочь, как можно помочь. Я сказал, в Руха Шем, все, как бы, справляемся, так. Но в один вечер, когда я был полностью уставший, уже скоро мне уже должно было переезжать из квартиры, стук в дверь. Я открываю дверь на пороге один из моих друзей. И он заходит, снимает пиджак, снимает шляпу и говорит, окей, я пришел тебе помогать, с чего мне начать? Он не звонил, он не спрашивал, просто пришел. Это было уже дело вечера, вместо того, чтобы быть со своей семьей, он пришел ко мне. Я был очень удивлен, я спросил, что я знаю, ну вот, вот у меня вот это все нужно запаковать, вот это все эти шкафы, там, книги, вещи, вот это все, вот у меня ящики. И я еще не успел закончить, он уже начал паковаться. Начал забрать все аккуратно, складывать, писать на каждой коробке, что там внутри. Он был у меня пять часов. В середине ночи он только ушел. Он в поте лица, действительно, закончили огромное количество. После этого я мог, он мне дал настолько спокойствие, у меня была огромнейшая помощь. И после этого я понял очень важную вещь, что когда человек подходит к тебе, спрашивает, он видит, что у тебя действительно много таких забот и много проблем, скажет, могу я чем-то помочь? То, к сожалению, очень часто это форма этикета, это форма вежливости. Ну, как бы принято, это же вежливый человек. И у каждого человека, который видит, что у другого есть очень много, он занят заботой и стресса, то, чтобы сделать для себя хорошо, чтобы моя совесть была чиста, я спрашиваю человека, все хорошо, могу я чем-то помочь, все нормально? И он мне отвечает, Бару Ха-Шем, слава Богу, все нормально, и все. Моя совесть чиста, я могу теперь идти, я такой хороший человек, я спросил кого-то, я забочусь о других. На самом деле, это не вопрос, ты не предлагаешь ему помощь. На самом деле, ты просто делаешь что-то для себя, чтобы тебе было спокойно на совести. И если человек, ты действительно, ты хочешь ему помочь, ты идешь и помогаешь. Ты не спрашиваешь, может быть, чем-то помочь ему. Потому что, нет, ты должен действительно найти форму, найти правильную форму, как помочь. Но ты идешь и действуешь. Я сегодня был в школе и говорил с одним рабом, я узнал, что есть семья, которая в какой-то ужасной бедноте. И учитель этого ребенка, одного из них, он сказал, что он действительно увидел, что он тоже это понял, что мама, у нее достаточно даже одежды и еды иногда, он просто питает сок на хлебе. И он сказал, что он заметил, что это, но он говорит, что эта семья, она отказывается принимать какую-то помощь. Они не хотят, они хотят себя чувствовать, чтобы им давали какую-то благотворительность. И когда пришел этот мальчик, у него не было книг. Когда он сказал, он ему хотел как-то этого, он говорит, что нет, у нас, у нас, ну, нам не нужно никаких подарков. Тогда этот учитель, он сказал, он купил ему книжку. Он сказал, что это моя книжка, это моя книжка, и, ну, это самое, я тебе даю ей пользоваться. Тогда мальчик сказал, что хорошо, а, это ваше, хорошо, и тогда он может нормально учиться. Есть, действительно, нужно знать иногда, как это сделать, но сам смысл, что не спрашивать и идти дальше, а подумать, как эффективно и практически помочь этому человеку. В Репхай Мойзер Радзинский, известный шаровин Литвы из Вильнюса, глава поколения в 30-х годах, он один шел по улице со своим, со своим учеником, и к ним подошел прохожий и спросил, как пройти на такую-то улицу. На Шрепхай Мойзер Радзинский остановился, он ему объяснил четко, что нужно пройти прямо, потом направо, потом налево, и там нужно будет спуститься по ступенькам, и там будет эта улица. И после этого он взял своего ученика и сказал, что иди, пройди с ним и покажи ему, пожалуйста, точно, куда пройти. Хорошо, ученик пошел с ним, действительно провел его, точно показал до этой улицы. Когда он вернулся, он спросил своего Рава, Репхай Мойзера, как же так, он же объяснил ему уже точно, как туда пройти, зачем нужно было все-таки с ним дойти до той улицы, зачем нужно было его провести. Репхай Мойзер сказал, что, может быть, я не заметил, но когда он спрашивал меня, я увидел, что он заикается. И, возможно, так как нужно было пройти через несколько улиц, ему придется спрашивать еще раз. И даже когда он спрашивал меня, ему было не так легко перебороть свою скромность, он стеснялся этого. Поэтому я не хотел, чтобы еще раз он был в такой ситуации, что ему пришлось бы еще раз кого-то спрашивать, поэтому я попросил тебя, чтобы ты провел его до конца. Это пример, что мы должны увидеть, что, когда мы даже сначала увидим, что есть человек. Во-вторых, понять его ситуацию, где он находится, как, что это за человек, как не просто помочь ему, даже если я уже помогаю ему, не просто спрашиваю, это неформальность, действительно, но как это сделать, как это сделать максимально эффективно. Значит, мы постараемся, каждый из нас может действительно начать это делать. Есть огромное количество вокруг нас людей, которым нужна помощь. И когда я был в Ешиве, у нас был такой наш Машгех, наш духовный уставник, он сказал, он делал нам такое упражнение, что подумать о ком-то, что этому человеку нужно, но не как то, что я считаю, что ему нужно, а то, что он считает, что ему нужно. Другими словами, если есть какая-то девушка, она, ей очень нравится обувь. У нее уже, может быть, там, 10 пар туфлей, туфли, кроссовки, разная обувь, и она очень увлекается этим. Если спросили бы меня, зачем я столько могу туфли, зачем это, ну, как бы, есть одна для шабата, для какие-то выходные туфли, одни на каждый день, что еще? Но ей это нравится, это то, что ей приносит удовольствие. Есть другой человек, который, он собирает книжки, другой собирает марки, другой, чтобы это ни было, подумать, что другому человеку, начать думать не как я смотрю на эту ситуацию, а постараться уже войти в другого человека. И постараться помочь практически кому-то, и когда это происходит, сделать это настолько, чтобы этому человеку было максимально от этого польза, и также ему было приятно от этого. Успехов! Счастливо! Счастливо! Продолжение следует...